Для того, чтобы узнать, как чувствует себя система дошкольного образования региона, члены экспертной группы отправились в детский сад «Волшебная страна». Учреждение ввели в эксплуатацию в сентябре 2018 года. Сейчас детский сад посещает 370 детей. Сразу в холле понятно, «Волшебная страна» оправдывает свое название. Гостей приятно удивляет дизайнерское оформление. Но так ли радужно все внутри? Здесь создано пространство для развития талантов у детей уже с ранних лет. Студия точных наук и робототехники, компьютерные классы, гончарная мастерская и комната речевого развития. Всего 12 площадок, которые способны занять не то, что ребенка, но даже взрослого. Ну вот разве вот о таком мы когда-то могли мечтать? Ни о чем Бога не виделись. Вот если честно сказать, какие школы? Это признаются самые ярые критики. Вот эти достижения. Помимо интеллектуального развития, внимание здесь уделяют и физическому воспитанию. Можно даже повозиться в песочнице. Конечно же интерактивной. В порядке все и со служебными помещениями. Четырехразовое питание. Дети у нас получают ежедневную кисломолочную продукцию, ежедневную кисломолочную продукцию, или салат из овощей, или овощей, посылом. Свежий салат, салатный сок, без свежих наобедок, кисломолочную продукцию ежедневно. И сок. Это не потому, что наши прерогативы – это соблюдение санитарных мест. Чуть позже встреча с родителями. Положительной тенденцией визитов парламентариев в регионы стало общение не только с властью на местах, но и с теми, для кого реализуются нацпроекты. Как и во всей стране, ситуация в Тамбовской области, с точки зрения демографического роста, она, мягко говоря, неоднозначна. И перед нами стоят достаточно амбициозные задачи, которые решать мы должны, конечно же, только сообщать. Я очень рада, что такие встречи в Тамбовской области, поверьте, так бывает не в каждом регионе, что они стали хорошей практикой. Обсудили и капремонт детских дошкольных образовательных учреждений, их возведенных еще в советские годы, и трудовую занятость родителей тьютеров. А после переместились на другой объект, где строительство скоро завершится. Детский сад «Медвежонок» на улице Селезневской начали возводить в ноябре прошлого года. Он будет иметь спортивную направленность. Хоккей, настольный теннис, детский биатлон – это лишь небольшая часть из списка видов спорта, которые будут предложены дошкольникам. Спросили мы про тонкие звенья, про риски, которые могут быть. Конечно, нас интересуют финансовые риски, риски подведения инженерных сетей. Но застройщики нас уверяют в том, что этого не произойдет. Будет все в срок. И так же красиво, достойно, с радостными глазами родителей, которые нас встречали в предыдущем детском саду. Тогда, когда представители застройщиков говорят о том, что буквально в течение нескольких месяцев будет сдан совершенно, на мой взгляд, уникальный объект для Томбовской области, для нас это большая отрада, потому что мы понимаем, что и в дальнейшем по ходу реализации национального проекта «Демография» мы должны только наращивать темпы, наращивать обороты. На сегодняшний день в Томбове функционируют 54 детских сада, которые посещают 17 тысяч дошкольников. Марина Корякина, Олег Осипов, Александр Кобзарев, Область новостей.